МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Человека-судьба. Мы расскажем вам истории о крутых жизненных поворотах, о людях, чьи поступки вдохновляют и дают силу другим. Нам, жителям городским, трудно понять тех, кто цивилизацию меняет на деревенскую жизнь. А вот наша первая героиня, Светлана Федорова, однажды решила, что самая большая ошибка откладывать мечту на потом. И сделала то, что хотела, и то, что приносит ей удовольствие. Поселилась в деревне, завела живность и блок, в котором рассказывает теперь о своем простом счастье. Немецкая овчарка Маня, полное имя Аманда, зачастую единственный спутник долгих деревенских прогулок Светланы Федоровой. Вместе они идут по центральной улице маленького Старого Заречья. Проверяют, как с уровнем воды в маленькой речушке. Поднимаются на великанью гору. Маня – суперзвезда многих светиных фотографий. Она умеет позировать, с готовностью выполняет команды. Молодец, молодец, поигрульница. Маня, ты пойдешь гулять? Гулять. Аманда, ты Косточкина? Маня. В то, что большая собака станет постоянным компаньоном и другом, Светлана Федорова еще пять лет назад и не мечтала. Мечтала о другом. О жизни в деревне. Вдали от городской суеты, пробок, парковок, множества людей, высотных домов и асфальтированных улиц. Мечтала с детства, но, закончив педагогический институт, в сельскую школу работать не пошла. Просто не отпустили родители. Тогда в деревнях рушилось все, и на семейном совете решили – Светлана будет жить в городе. Это был 99-й год. Все равно времена тяжелые. На что жить-то, если бы я туда уехала? Тут в один котел, как говорится, живешь. И поэтому мечта осталась. Светлана работала в фирме, занимающейся рекламой. Жила в маленькой однушке. Вышла замуж и все, казалось бы, устраивала. Но это только казалось. Где-то в душе Светлана знала – ее мечта – деревня. Простор, жизнь на природе в глуши. Тем более, что дача в отдаленной деревеньке Белозерского района была. Не было решимости пойти за мечтой. Неким рубежом стало сорокалетие. Светлана признается – едва ли не в одночасье изменилось отношение к мечте. Думая на работе, как бы она мне не нравилась, а о том, что я вот сейчас могла бы в деревне видеть, как солнце садится, как снег падает совершенно, да, находясь не за окошком, а прямо участницей событий быть, вызрело вот это вот такое жгучее желание что-то менять и начинать менять как можно быстрее. Потому что, да, наверное, после сорока, понимаешь, мало тебе активного времени остается. Ты можешь жить до 80 лет, да, но где-то с 70 до 80 ты уже, может, не будешь таким прытким. Может, у меня будет артроз, и я не смогу вязать, да, так досыта. А и лучшие годы своей жизни я вот втрачу на то, чтобы жить в городе, не следуя мечте. Как в «Территории» в фильме по Куваеву мне нравится. Жить по мечте сложно, да, те, кто выбирают жить по мечте, им сложно. Это на самом деле непросто. Не просто было объяснить родным и друзьям, что принято твёрдое решение поселиться в деревне, где зимой никто не живёт, и ближайшие соседи где-то за лесами и полями. По горушкам разбросаны Малютина, Голодаевка, Курягина. Здесь Большое Заречье, наше малое соседнее с нами, Большое Заречье деревня. Эти деревни, они, к сожалению, тоже живы только пенсионерами коренными, да, дачники, они, естественно, разъезжаются. То есть в каждой деревне живут, ну, максимум, две-три семьи. Ближайший оплот цивилизации от нас в километрах, получается, наверное, восьми. Это Бичевинка, когда-то тоже большое село. И сейчас, в сравнении с нашими деревнями, там, конечно же, даже два магазина. Есть почта, есть клуб. К сожалению, уже нет школы, нет... Там даже раньше была амбулатория, амбулаторное лечение. Могли проходить 10 коек, по-моему, там было. Стационарчик такой на 10 коек. Ещё сложнее было оставить работу. Светлана занимала должность заместителя директора фирмы. Хорошо зарабатывала. А здесь, в глухом краю, о приличной зарплате, казалось, не стоит и помышлять. Но на помощь пришло увлечение вязанием и интернет. А ещё желание делиться впечатлениями о своей деревенской, уединённой и очень интересной жизни. Совершенно неожиданно для себя Светлана стала популярным блогером. Вязанием много не заработаешь. Вязать 8 часов физически невозможно. Это и напряжение глаз, спины, рукам тяжело. Уйдя в блогерство и рассказывая не о вязании больше, а о деревенской жизни, я нашла своих клиентов фактически. Не вязальщиц, а простых людей, которые нравились мои вещи. И они через эти вещи хотели получить вот эту энергетику моей любви к природе, нашей северной природы, вологочины, истории нашей какой-то. То есть у них складывался такой образ меня. И через вещи они хотели его получить. И я так скажу, несколько моих вещей живёт в домах тех женщин, которые вяжут ничуть не хуже меня. Многие решения Светланы оставить город, привычный образ жизни и перебраться в глушь, мягко говоря, не поняли. Как когда-то не поняли, почему Светлана зарегистрировалась в социальных сетях под именем Дура Набитая. А она, уехав из города, от вымышленного имени не отказалась. Наоборот, свои шали и пледы называют изделиями от Дурушки. Света стала со временем замечать. Подписчики-то внимательно слушают Дуру. Да и бренд от Дурушки набирает популярность. Когда ты в своём окружении не находишь соприкосновения с людьми по тому, что тебе близко, что тебя волнует. Ну и вот этот момент взросления был. Я ушла, вот Дура Набитая, это что-то такое вообще из Древней Руси. Вот эта вот Петрушка, Дура Набитая, ярмарочные персонажи, которым, грубо говоря, было можно всё. И получается, что какой спрос-то с тебя. То есть ты, в принципе, можешь делать, выражать свои мысли даже в том же интернете так, как тебе хочется. Первая зима в деревне, когда Светлана жила совершенно одна, а муж Александр приезжал из Череповца только на выходные, была трудной и радостной. Она завела кошку и куриц, много гуляла по окрестностям, фотографировала, вела блог, объявляла среди подписчиков вязальные марафоны, любовалась природой, завела весьма необычного друга. Я вот так вот ему кричу «Эхо!» Отзывается? Отзывается. «Эхо!» Оказалось, люди, которые живут в крупных городах, а именно они, основные подписчики Светланы, мечтают о природе, о том, чтобы гулять по лесам и полям, чтобы радоваться чему-то простому, первому снегу, дождю, севшей на забор сороки, мелькнувшему в кустах лосю. Светлана рассказывает им обо всем этом в своем блоге. Приключения ее петуха-поликарпа, куриц-хромоножки и чернушки обсуждают менеджеры крупных сетевых компаний в Москве. А уж появление бобра и постройка им плотины просто повергает подписчиков в шок. Животные – одни из главных героев моих историй, признается Светлана. Они с мужем Александром тоже любят наблюдать за своими питомцами. А для того, чтобы следить за гостями из леса, даже установили фотоловушки. Интересно посмотреть на тех животных, которые приходят. Правда, кабаны нам в кадр ни разу не попались. А вот теперь поставили на бобров, потому что они вредят. Речку нам перегораживают, обмелел пруд из-за этого. Вот, и поэтому уже даже один гражданин. Она срабатывает на движение, даже ночью записывает видео и фото. Вот могу вам показать один из кадров такого гостя. Вон ползет, какое чучело. Чучело с хвостом. Достаточно такой крупный бобрик, мне кажется, он где-то по габаритам ручей кадок. Такой приличный, да, и хвост у него еще. Приходит лиса зимой. Мы даже иногда специально какие-нибудь очистки выкидываем. Ну, там, например, куриные там чего-нибудь такое, лапки какие-нибудь. В снег закапываем под фотоловушку, чтобы просто посмотреть. Но лисы осторожные. Иногда представителей дикой фауны удается поймать и на обычный фотоаппарат. Но чаще на кадрах никуда не спешащие медведи, коты и овечки. Правда, после таких фотосессий они покидают дом Светланы и отправляются к новым хозяевам. Как же жить среди всегда улыбающихся котов и мишек совсем без общения? Нет. Общается Светлана с покупателями на рынке, где продает яйца, травы, самодельные консервы, сушеные грибы. Половина товара своя. А еще деревенский блогер берет на продажу товар у друзей-фермеров. Этот фашихонский, а вот этот костромской. Они разные. Давайте я у вас покажу. Одинаково стоит, просто закладываю. Козий сыр делают Андрей и Татьяна Лебедевы, фермеры из деревни Федурина, что в нескольких километрах от Малого Заречья. Светлана приехала к ним знакомиться и за молоком три года назад. И нашла несколько десятков героев для своего блога и рассказов. С тех пор, признаются фермеры, отношение к петухам, курам, козам, гусям у них тоже поменялось. Ведь это уже не просто домашние животные, а герои литературных произведений. Ну да, узнаем много интересного. Писать она умеет, так скажем. Интересно это самое, почитать. Интересные эти сказки, так скажем. Молодец. У меня люди даже спрашивают, Андрей, ты такие вещи пишешь интересные, что вообще тебе надо книги писать, я говорю, знаете, что это не ко мне. Это у нас есть автор, пишет такие интересные рассказы. Конечно, львиная доля общения и разговоров в сети. Светлана отвечает на комментарии, делает заказы, рассказывает о своих работах. Она объединила рукодельниц из разных городов страны. Создала несколько интернет-сообществ. Те, кто хотел почитать Светины рассказы о деревне, увлеклись вязанием. Те, кто вязал, начали читать. Интересные новые вещи, какие-то интересные задумки. Объединяет она людей, которые занимаются этим. Люди все в восторге от ее творчества, потому что большинство-то, ну, так, для себя вяжут. А когда она какую-нибудь идею бросит, народ собирается в кучку и делает. Сейчас Светлана вновь готовится к зиме. Но в этом году она останется в деревне не одна. Муж Александр, увидев, что зимовать не скучно и, возможно, решил, что он тоже может себе позволить жить в деревне. Работы и дела здесь хватает. А то, что заработок меньше, так нет и городских расходов. И еще Александр понял. Светлана счастлива в деревне и обратно в город она уже не вернется. По цивилизации точно не скучаю. Вообще, если думать о том, за что я, например, здесь переживаю, чего мне может здесь не хватить, это, наверное, только медицина. То есть если что-то со здоровьем, то, конечно, да, горестное дело. А так всего достаточно. То есть достаточно морозилки, достаточно уметь консервировать в том же фотоклаве, да, обеспечить себя минимальными какими-то вкусняшками. Очень часто слышишь, когда люди рассуждают, даже в некоторых фильмах эта тема проходит, например, отправляют пилота авиации куда-нибудь служить, да. Вот жена там, трагическая линия такая в фильме, жена не хочет, потому что там нет театров, музеев, дыра такая. У меня вся жизнь тут театр, я сама себе могу создавать, да. Там пришла в курятник, там уже готовый этот и оркестр тебе тут сыграет, и труппа, которая можешь управлять ей, как хочешь, с помощью, там, горсти зерна буквально. И кошечки, и собачки. По цивилизации точно не скучаю. Конечно, у Светланы Федоровой немало планов, связанных с жизнью в деревне. Оформить во дворе красивую клумбу, углубить пруд, построить мосточки, выпустить книгу деревенских рассказов с фотографиями. Конечно, кому-то эти задумки покажутся незначительными, ведь это не возвращение жизни в деревне или строительство лесозавода. Но и эти маленькие шаги в жизни одного человека, решившего жить по мечте, важны и интересны многим. Только когда любимый умирает у тебя на руках, понимаешь, как мало значат все эти медали, кубки и победы. Это слова фигуристки Екатерины Гордеевой. В 24 года она осталась вдовой. Ее любимый муж, партнер на льду Сергей Гореньков, внезапно скончался во время тренировки. Его смерть стала потрясением для всего мира. Пара Гордеева-Гореньков была одной из самых красивых и талантливых. Двукратно олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы, чемпионы СССР и России. Оба начинали как одиночники. Сергей пришел в спорт в пять лет, но тренеры не видели перспектив. Его прыжки были недостаточно сильными для одиночного катания и посоветовали встать в пару. Интересно, что Катя уже много лет занималась на том же катке. Они учились в одной школе и жили по соседству. Но Сережа был на четыре года старше и внимания на миниатюрную одноклубницу не обращал. Их представили друг другу, когда Гордеевой было всего 11 лет, а Горенькову 15. И уже через четыре года они дебютировали на взрослом уровне. И в первом же сезоне совершили невероятное. На первенстве мира обыграли действующих олимпийских чемпионов. А Екатерина Гордеева стала самой юной чемпионкой мира в истории. Мужественный красавец Сергей сердце своей юной партнерши покорил практически сразу. Сам же долго не решался ей признаться в чувствах. Друзья и коллеги говорили, что вокруг него была добрая аура и называли нежным великаном. А для Екатерины он стал опорой и на льду и в жизни. Сначала Сергей рассказал о чувствах партнерши своей сестре Наташи. Та посоветовалась с мамой. Она позвонила родителям Гордеевой. От 31 декабря 1989 года влюбленные впервые поцеловались. В одном из интервью Екатерина призналась, воздух как будто после этого поменялся. Все стало другим. Выход на лед этой пары всегда был подарком для зрителей. Они были чемпионами, сильнейшим дуэтом. Впервые исполнили четверную подкрутку. Но их сила была в другом. Им не нужно было играть в любовь. Они жили ею. Работа спортсменов не обходится без травм. Были они у Сергея Гринькова. Врачи отмечали проблемы с суставами. А за некоторое время до смерти фигурист начал страдать от прогрессирующих болей в спине. Уже позже медики скажут, что так давали о себе знать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ноябрь 1995 года. Пара тренировалась в Америке. Сергей внезапно опустился на лед. Его очень быстро доставили в реанимацию. Катю долго к нему не пускали. Разрешили войти, когда констатировали смерть. Он лежал, будто спал. Она расшнуровала и сняла с него коньки. Сергей и умер, как великий артист на сцене, сказал Андрей Букин, олимпийский чемпион 1988 года в танцах на льду. Через несколько месяцев после смерти Сергея Горенькова Екатерина Гордеева впервые вышла на лед. Одна. На этом настояла подруга и тренер Марина Зуева. Ты почувствуешь, что Сергей тебе поможет откатать эту программу. Позже Екатерина призналась, когда я начала кататься, я почувствовала двойную силу, двойную энергию. Правда, как будто кто-то мне помогал. Еще одна наша героиня – абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу Евгения Цахилова из Ставропольского края. В раннем детстве у нее диагностировали токсоплазмоз, давший осложнение на глаза. Патология оказалась неизлечима. В подростковом возрасте Женя стала заниматься в секции каратэ, чтобы научиться за себя постоять. Это увлечение помогло нашей героине взять от жизни все. Евгения Цахилова своим упорством доказывает, что человек с ограничениями по здоровью безграничен в своих возможностях. Абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу и чемпионка России по велоспорту Евгения Цахилова родилась особенной. В результате тяжелой болезни пострадало зрение девочки. И сегодня один глаз у нее не видит совсем, а второй воспринимает меньше 1% от общей картинки. Оценивая путь, который Женя прошла, то, что она так по жизни себя ведет как боец, я иногда думаю, если бы у меня были такие же проблемы, как у нее, я бы смог так же себя вести. И должен себе признаться, что, наверное, нет. У меня нет центровки зрения, потому что у меня сетчатка прожжена в центре. Я вижу боковым зрением. Если обратить внимание, как я смотрю обычно и присматриваюсь куда-то, то я всегда поворачиваю голову в левую сторону. Мне многие задают вопрос, а хотела бы ты, чтобы у тебя 100% зрение было? Я говорю, а как я могу хотеть, если я не знаю, что это? Будущая чемпионка Женя Цахилова родилась в Ставрополе, в самой обычной семье. В нашей семье никогда не произносило слово «инвалид». У мамы была коронная фраза «Что будет с тобой, когда меня не станет?» Ну, я тебя воспитываю именно так, с понятием того, что рано или поздно меня не будет. Поэтому, как бы, я и в пять лет ломала руку, нос, что я только не делала. Но суть была в том, что я должна была встать и идти дальше. Меня воспитывала больше мама, причем довольно-таки жестко. Если так посмотреть, на всю мою жизнь меня воспитывали жестко. Я всегда до последнего момента на нее была в обиде, что вот ты меня не любишь. А это была именно позиция того, что вот ты должна сама идти и делать. И только, наверное, лет так уже гораздо старше я поняла, что она была абсолютно права. Женя была пухленькой и потому постоянно становилась мишенью для насмешек одноклассников. Именно тогда в жизни маленькой Жени и появилось карате. Тренировки не позволили ей опустить руки и научили давать отпор обидчикам. Я начала драться, я сдралась с пацанами, я отстаивала свою позицию, я за пределами школы дралась. И как бы я поняла, что эта позиция и это отстаивание мне дают плюс тем, что все одноклассники повернулись наоборот в мою сторону. Это было, у меня было два основных клички в школе – Рэмбо и Терминатор. После караты Женя окончательно выбрала путь спорта. Ее привел отец, ну и с таким диагнозом, в принципе, никуда не берут, кругом отказали, говорят, хоть вы возьмете. Ну, посмотрел, ничего страшного, в принципе, нет, операция удачно прошла. Ну, ее взяли и, в принципе, оказался хороший ребенок. Уже после школы Евгения увлеклась пауэрлифтингом и… Женя однажды пришла домой, вот этот разговор с мамой о том, что команда Ставропольская по пауэрлифтингу едет в Сочи, и вот как бы есть возможность поехать ей вместе с ними, просто посмотреть. Женя возвращается с двумя медалями и одним кубком. Это было крайне неожиданно, потому что сестру-то просто рядом постоять отпускали, а вернулась чемпионка. Позднее Женю пригласили в сборную страны, а дальше – больше. Грандиозные победы на чемпионатах мира. Однако после многократных травм с пауэрлифтингом пришлось попрощаться. Сегодня Евгения Цахилова профессионально занимается велоспортом, который ей всегда нравился. Она ездит в тандеме и уже является многократной чемпионкой на разных дистанциях. Теперь Евгения постоянно живет и тренируется в Тольской области, но иногда возвращается домой, в родной Ставрополь. Ведь здесь ее ждут коты и любимый крестник Сема. Меня нашли в соцсетях специально, потому что моя уже кума и подруга хотела взять ребенка из детского дома. Именно с проблемами со зрением, конкретно. И она хотела доказать в детском доме, что можно в Ставрополе воспитать ребенка с такими проблемами. Мы с ним очень хорошо находим общий язык. По сути, как сказала моя мама со стороны «моя копия». Женя учит Сему адаптироваться в пространстве и в жизни. Вообще Евгению часто называют «железной леди». У нее характер железный просто. Я не знаю, где конец ее силы. Но дело не только в ее железной воле и сильном характере. У нас был бал, который проходил «Спортсмен года». Мы там все были всегда в платьях. И вот это сочетание вроде как железа, и я тут выхожу в платье. И вот, наверное, от этого и пошла эта трактовка. Помимо спорта у Жени два высших образования. При этом она училась не в специализированном учреждении, а в юности занималась волонтерством и помогала инвалидам. У Жени много увлечений. Она играет на гитаре, считает себя меломаном и даже пишет статьи о спорте и о жизни для своего блога. И очень любит читать. Не только по Браэлю. В принципе, если брать трудности по жизни, они меня не напрягают, потому что в какой-то степени я к ним привыкла. То это скорее процесс достижения цели. Что нету вещей, которые нельзя преодолеть. Вопрос времени, вопрос ресурсов. Много чего, да, есть там как бы. Но нету таких вещей, которые нельзя добиться, если ты этого хочешь. Когда меня мама выводила и говорила, когда меня выводили из школы и говорили, мы не можем вас учить, она мне повторяла, ты вернешься и заберешь то, что тебе надо. Если у вас нету никакой инвалидности, это уже большая радость жизни. На этом все. В новом выпуске будут новые истории. А в завершении – великие мысли великих людей. Высшим отличием человека является упорство в преодолении самых жестоких препятствий. Людвиг ван Бетховен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова